Одни девчонечки положите в дверь. Сколько в комнате разбегалась? Я Панкова Светлана. Искренне раскаюсь в том, что она говорила глупости военным Российской Федерации. Пожелала им смерти. И глубоко сожалею об этом. Я извиняюсь, что я вышел на митинг 6 марта против Российской Федерации. И впредь больше не повторится. И извиняюсь, что я их назвал фашистами. В конце 22 года я говорила, что я жду ЗСУ, и они придут и выгонят эту русскую неючь. Я очень глубоко ошибалась. Я приношу искренние извинения русским солдатам и прошу прощения. Я получила русский паспорт. Жизнь наша стала улучшаться. Мы стали жить лучше. Мы не платим за коммуналку. Нам дали уголь. Мы получаем пенсию. Мы получаем гуманитарку. Спасибо за это России. Я гражданка России. Полностью поддерживаю Российскую Федерацию. Вот и Зеленский, я считаю, что неправильно поступает. Вот он, моя фотография. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Если вы этого не сделаете, вы можете быть привлечен к административной ответственности уже на сумму 60 тысяч. Это по буднику, то и сумму. Этот момент вам полезен? Слава России! Слава воинам! Давай, давай, слеза накатывает уже. Выразительная. Славься страна, мы гордимся тобой. От южных морей до полярного края. Слава России! Ура! 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 В августе я находился в кафе Карабиеве, заказал песню, заплатил за это диджею Ермак. После прослушивания песни потанцовывал, несу свое, ну, максимально извиняюсь за этот поступок, считаю себя виноватым в данной ситуации. В третье обязуюсь такого больше никогда в жизни не делать. Я хочу сказать, полностью поддерживаю специальную военную операцию. Слава России! Приношу большие извинения перед населением Щелкина, перед населением Крыма и перед населением всей страны. Мы не в курсе были, какой клип включали. Мы никогда его раньше не видели. И с ужасом его быстро выключили, когда он уже начал играть. Еще раз извиняюсь, больше такое не повторилось. В клубе к диджеям. Вся данная ситуация произошла, по сути, из-за меня. Но хочу внести разъяснение. В том плане, что это не была моя инициатива. Диджей исполняет роль исполнителя. Человек приходит, заказывает песню. В данной ситуации человек и заказал мне эту песню. Когда заказывают песню, просто песню, я удаляюсь. У меня есть свободное время попить кофе, сходить в туалет. Поэтому, чем я ее воспользовался? Данное видео я раньше не видел. И содержимое я его не знал. Если бы это все было в курсе, я бы, естественно, не поставил бы его. И когда услышал после ролика, услышал недовольные воскресания, я вернулся и, естественно, выключил. Естественно, конечно, уже позже, чем можно было раньше. Ну, надо было раньше. А лучше вообще его не включать. Поэтому видео набрало такой резонанс. И, честно, не ожидал. Я прошу прощения, извинения. Извините меня, пожалуйста, город Щелкино. И все отдыхающие, все гости этого города, все республики Крым. И, честно, простите меня, я не злым умыслом вообще без... Возили на Крым. К родственникам не видел на Крым. В каких отношениях вы состоите с службами на Украине? В 2018 году проезжал через таможню Чонгар. И там сотрудники пограничной службы завербовали меня. Там Станислав, представился как Станислав, завербовал меня, чтобы я ездил, когда в Крым. И всегда фотографировал и передавал, что движется по Крыму, куда переезжает. Что происходит на таможне, на Джанкойском АП, пограничной службы ФСБ. Чтобы фотографировал и передавал. Почему вы согласились с сотрудниками? Согласились на то, потому что нам они не давали рыбалить. У нас не было причала на Ченгарском полуострове. И нам приходилось всеми силами платить им деньги, выполнять то, что они от нас требовали. Мы платили деньги в месяц 2000 гривен и плюс они еще добивали от нас эту информацию. Я подворный Денис Владимирович. Год рождения? 21.01.2002 года рождения. Родился в городе Херсон. Чем занимался до начала специальной операции? Работал с дядей в этом, на кондиционерах, стажировался с ним. По образованию ты кто? Автомеханик, бульсдорезерист и экскаваторщик. Два года назад я познакомился с Константином Киняш, с которым поддерживал дружескую связь. В настоящее время Константин проходит военную службу в городе Херсон, в ВСУ, артиллеристом в городе Николаев. Про службу он ничего не рассказывал, кроме того, что он артиллеристом хочет стать. Хочет стать? Да. Но его воинскую специальность ты не знаешь, ни звания, ни должность? Нет. Он ничего не упоминал? Нет. Он мне рассказал, что, ну, типа, я дядь секретно. Ни фамилии командиров? Нет. Ну, это вообще ничего. Ни место расположения части? Нет. Ничего не говорил. Я понял. При каких обстоятельствах ты был задержан? Я был возле... Я ожидал своего друга возле его, это самое, возле его калитки. И работники Российской Федерации подошли ко мне и начали меня проверять, ну, проверять как паспортные данные, телефон. И все это у меня... паспорта у меня не было, но в телефоне были вот эти вот четыре пункта, которые у меня были в заметках. И переписки с Константином. Я искренне сожалею о своем поступке. Больше такого не повторится. Хорошо. Что ты планируешь делать после того, как отбудешь положенное тебе наказание? Останусь в Херсоне. Я буду дальше работать и продвигать свою жизнь. Вперед на 21 августа вечером сделал незаконный поступок. Сорвал плах Старштока в поселке Новолексеевка рядом со зданием администрации. Почему сделал? Потому что, ну, был выпивши сильно. Были там непонятные чувства еще какие-то в Украине. В чем раскаиваюсь? Обещаю, больше такого не повторили. Я Кайдалов Павел Андреевич. 2-го, 10-го, 1985-го года рождения. Рожал в городе Геническ. В начале специальной военной операции я принимал участие в шествии, в шествии, митинги с лозунгом «Ягонечество – это Украина». В ходе того, как познакомился с российскими военнослужащими, я понял, что они пришли навести порядок, организовать экономику, улучшить город. Я понял, что они нормальные. И хочу, чтобы Харьков тоже освободил. Слава России, слава нати и пиздец Российской Федерации! Я Савюк Сергей Сергеевич. Я у себя неподобающе и некультурно по отношению к окружающим меня гражданам. Раскаиваюсь и прошу прощения за мои исковительные рассказывания про Россию и в адрес военнослужащих Российской Федерации. Мой поступок унижает чувство собственного достоинства. Впредь я никогда не позволю себе не буду удерживать других от недостойных поступков. Пожалуйста, простите. Занимайся херней. Держи себя в руках и ковыряйся в хозяйство своим домашним. И не лезь туда, куда тебе не надо. Это Александр. Он попросил меня взять телефон, чтобы купить русскую симку. Передать ему данные русской симки, чтобы она была написана на этой стороне и на второй. Ты знал, что будет производиться взрыв, что ты наводишь сюда ракеты? Насчет ракет не знал. Я только знал, что он мне попросил, чтобы я подложил. Это просто для координат, как он сказал. Но что это будет, я не знал такое. А что было потом, знаешь или нет? Знаю, что в пол третьего ночи 29 числа был мощнейший взрыв. Пришли в войну эту агентатуру. Душили сдаться, потому что мне, наверное, выполняют двоих преступных приказов. На военнослужащих. На контракте были. Младший сержант. Городово. Мы, наша бригада была в первые дни разбита под городом Херсоном. Мы вынуждены, ну некоторые люди там, которые оставались, сбежали в сторону Николая, а мы вынуждены были в Херсонской области скрываться. Так, мы уроженцы Херсонской области. Мы просто увидели, что российские военные, наоборот, помогают людям восстанавливать этот мир, защищают их. А наш руководитель же говорил, что требовал от нас координат военных, и чтобы мы, ну как бы, занимались подрывной работой. Они там потихоньку нас склоняли к этому. Так, в основном, они заставляли нас, чтобы мы сначала перешли в сторону Николаева, прорвались туда, на что мы отказывались, потому что наш дом здесь, как бы, наша земля здесь. А где-то дальше скрываться уже надоело, и я не знаю, как правильно объяснить даже вам. Ну, сначала, чтобы мы передавали координаты, мы тоже отказывались передавать. Ну, что будет судить, посадить в тюрьму, вплоть до того, что будет расстрел. Потом мы убедились, что это все неправда, это все ложь. Наоборот, российские солдаты, я смотрю, что, ну, помогают больше людям тут настраивать мирную жизнь, как бы так сказать. И до нас нормально относились. А сколько тебе платили? Вот за пять ботпостов, в начале, в конце, нет, в начале апреля, я написал им местонахождение пяти ботпостов, которых я уже узнал, где они стоят. И он заплатил мне за это две тысячи гривен. Ну, сколько это большие деньги от Лихерсон? Ну, это достаточно денег. Ну, считая за такую информацию, он просто, да. Именно. Ну, никуда. Ну, как быстро. Я, Песоцкий, Виталий Юрьевич. Его с 4-го года рождения. В конце апреля этого года совершил самую большую ошибку в своей жизни. А именно, сорвал вклад Российской Федерации в городе Голая-Пристань возле вечного огня. О чем очень сильно сожалею и прошу прощения у всех, у кого оскорбил своим гнусным поступком. Хочу исправить свою ошибку. Я, Евгений Боров Николай Александрович, 87-го года рождения, 15 марта. Родился в городе Херсон. Проживаю по адресу Текстильный поселок, улица 2-я, Хипотесленка, дом 9. Уставился на работу на ЖД вокзал города Херсон. Подразделение дистанции защитных весов на Сардине. В одни из двух недель, июля, ко мне обратились двое в качестве подработки. Отфиксировать расположение российских военных. Я добрался до их передовой на велосипеде. Нашли русские военные. Дорогие земляки, не верьте ни одному слову. Ни в СУ, ни в ГУР, они обманывали. Спасибо. Фамилия, имя, отчество? Буйников Вадим Александрович. Ромчик? Буйников Вадим Александрович. Что ты сделал? Извиняюсь, я взял палку колбасы. При этом приехали сотрудники, я убегал. В каком магазине ты украл колбасу? Эконом. Убегал куда? В сторону парка. Я отмечаю, больше этого не делай. Впречи.